Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители! Сегодня у нас очень интересная встреча, такая трёхсторонняя, с Виктором Алексеевичем Ефимовым и со Станиславом Ждановым. Тоже некоторые из вас его знают, по крайней мере, по мастеру по созданию системы обучения английскому, американскому, разговорному языку. Ну а тема у нас сегодня очень важная, и тема... Вообще, я, честно, маленькое предисловие, хотел уже на той неделе, у меня просто ни секунды не было, потому что и выставки, и ярмарки, и прочие записи, а тема это Трамп. Потому что вот на той неделе, в конце, мы все узнали, что победителем на гонке вот этой президентской в Америке, в США, стал Дональд Трамп. Собственно говоря, я знал это заранее, я ещё, ну всем, кто не даст соврать мне, кто и месяцами назад, с кем я общался, и буквально за несколько дней до того, как, собственно, голосование было, я знал, что будет именно он, несмотря на то, что почти все, так сказать, как вот сейчас говорят, Жириновские. Ну вот, честно говоря, потому что у меня есть и записи даже, где-то можно посмотреть. А почему тема эта важная? И почему я решил тоже, вот я даже попросил Игоря Алексеевича на эту тему поговорить? Ну, во-первых, всё-таки это касается каждого из нас, не только США, всего мира, это глобальная тема, это принципиальный, как я считаю, такой иной поворот вообще в геополитике мировой. Но я бы хотел как раз именно задать вот эти разные вопросы всё-таки специалисту в данной области, потому что, так сказать, не может же быть человек специалистом во всех областях, это я говорю про себя. И я только, так сказать, сужу со своих точек зрения. Но вот было бы интересно в диалоге, в беседе сейчас как раз узнать, насколько они относятся, так сказать, вот наше видение на эту тему. Вот, Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, давайте вот начнём с того, что, что значит вообще для, во-первых, США и для России, и, может быть, для всего мира победа Трампа, ну вот, наверное, с этого, да? Что это такое, что произошло, собственно говоря? Вы знаете, конечно, все процессы вот такие глобальные, они взаимовложены, и важно видеть общую матрицу. Дело в том, что на рубеже ещё 19-го, 20-го веков на уровне, вот, если угодно, такого глобального управления, глобального предиктора было принято решение о необходимости сокращения вот такого бездумного потребительства всего и вся на земном шаре. Земной шар уже не выдерживает той нагрузки, которая оказывает на него, казалось бы, самая разумная часть на сферы – это человечество. Ну и поначалу пытались реализовать вот этот проект сокращения потребления через марксистский проект, то есть запускали как альтернативу вот этому либерально-буржуазному потребительству марксистский проект. Однако Сталин вышел здесь из повиновения, потому что наряду с этим первоочередная задача, которая решалась – это, ну, если угодно, расчеловечивание человечества, то есть не дать человеку состояться человеком. А Сталин вышел из-под этого главного мотива. Он через вот всеобщую грамотность, помните, через другие процессы начал как раз формировать вот на территории России общество человека в разумных. И тогда было решено этот проект закрыть. И вот в тот момент, когда проект задумывался, задумывалось две витрины, соответственно, витрина буржуазных ценностей – это США, и витрина вот таких марксистских ценностей – это Советский Союз. Советский Союз был разрушен, начиная с убийства Сталина. Вот пошел этот процесс, и через 40 лет удалось этот проект закрыть. Но тогда исчезла уже потребность и в альтернативной витрине ценностей. Тогда было принято решение о ликвидации вот этой витрины буржуазных ценностей в виде США. Но если посмотреть на происходящее в США, то за это время истеблишмент и элита финансово-аристократическая решила, что она так круто живет, потому что они такие умные и талантливые. Не потому, что это был глобальный проект. И они, собственно, всячески уверовали в то, что вот они хозяева земли, и они будут управлять всем миром. Ну и быстро это представление не сломать. А в их руках же все. В их руках деньги, армия, спецслужбы, наконец, Голливуд, все средства массовой информации. Как можно противостоять вот этой махине? И на уровне глобального предиктора была придумана такая, в общем-то, очень мудрая схема, надо сказать, была придумана. Это по технике восточных единоборств. Когда не можешь противостоять такой мощной силе, нужно что сделать? Нужно очень быстренько в нужный момент уйти и дать этой махине самой себе сломать шею. То есть, чтобы они использовали свою мощь для своего собственного разрушения. Поэтому на самоубийство больше всех работала Клинтон. Потому что она доводила вот все происходящее до полного маразма. Когда абсолютно деполитизированная публика Соединенных Штатов, и та уже поняла, что ну так дальше жить нельзя. Поэтому Трамп, он вырос как бы не просто. У меня вот сегодня с утра выложено на Ютубе моем, кто интересуется, поподробнее программу. Она называется «Трамп растет сам» со знаком вопроса. Поэтому Трамп, конечно, он не сам рос. В 2000 году вышли мультфильмы «Симпсоны». И там я даю подробную информацию, как Трамп запускался как проект в 2000 году. Все, что произошло сегодня, посмотрите, вот там подробно расписано. И все кадры с Трампом, и все остальное. Так что Трамп это тоже, он не сам растет. Есть такая работа внутреннего предиктора СССР. Она называется «Сад растет сам». Вот точно так же, как есть садовник в саду, так есть садовники, которые сами ничего не делают. Но они либо подращивают какие-то тенденции, поливают их, либо подрезают кое-какие сучки. Вот Трамп, которому дана была возможность вырасти. А вот как раз, кто такой Трамп и кто за ним стоит? Вы знаете, для того, чтобы понять, кто такой Трамп, я советую всем интересующимся так поглубже обратиться к ситуации прихода Рузвельта к власти в 1932 году. Вот ситуация, она зеркальная. Просто время другое. А схема абсолютно та же самая. Значит, Рузвельт, если вы почитаете его речь на инаугурации, он говорит абсолютно те же слова, которые говорит Трамп. То есть Трамп – это инструмент, с помощью которого хотят, в общем-то, подрубить все возможности вот этой абсолютно одуревшей в своем, ну как мы говорим, потреблятстве, в общем-то, вот этой финансово-олигархической прослойке мировой вообще. И вот Рузвельт тогда был призван решить эту задачу. И он прямо говорит в своей речи, что настала пора искорчевать вот это все ростовщичество, это все безумное потребительство. И такую же задачу сегодня поручено решать Трампу. И мы неоднократно, я вот, по-моему, в июле месяце вышла моя программа «Трамп, Путин, Сыдзиньпинь». Я говорил о том, что какие-то перемены в России возможны только тогда, когда они начнутся в Соединенных Штатах. Потому что, к сожалению, мироздание устроено так, и наша цивилизация конкретно, что есть Вашингтонский обком, есть лондонский ЦК, и мы не можем обойти эти инстанции. Так вот, вы обратите внимание на то, что такое Трамп в отношении России. Вы знаете, что вчера вечером, в районе, по-моему, 10-11 вечера, Путин переговорил с Трампом по телефону. Через два часа после этого была дана команда на арест Улюкаева. То есть без согласования такие вещи не делаются. Это может привести к глобальному коллапсу, если мы начнем действовать вот так, как слон в посудной лавке. Потому что схема, к сожалению, мир – это маленький такой кораблик, и здесь все должны понимать друг друга. Именно после разговора Путина и Трампа были приняты окончательные решения по запуску схемы Улюкаева. Но Улюкаев, как вы понимаете, не одинок. Я думаю, что у правоохранительных органов была, по крайней мере, еще пара кандидатур такого же уровня, которые в равном мере могли стать заложниками этой ситуации. Но по ним пока решение не принято. Но важно, что процесс уже запущен, и он пошел. Его теперь уже не остановить. Джин выпущен из бутылки. Вот что такое Трамп по отношению к России. Вот что такое Трамп по отношению, в общем-то, к ситуации в мире. Мы с вами видим прекрасно уже Болгарию, видим Молдавию. Это только первые шаги, которые прошли в трехдневный срок, по сути. А впереди у нас большая работа. Как вы полагаете, что будет в ближайшее время, ну пусть не дни, но месяцы, там, допустим, может быть, год? То есть какие тенденции будут внутри, ну вообще в отношении России и США и внутри тех процессов, вот с чего начали с Улюкаева, что будет дальше? То есть чего нам ждать, в принципе? Что мы можем ждать? Я думаю, что вот арест Улюкаева – это маленькая вершинка большого айсберга. Я не могу предсказать, на какие шаги пойдет президент, потому что у него сегодня, конечно, очень такая широкая панорама возможных вариантов развития событий. Все будет зависеть от того, как это будет восприниматься в мире. И еще раз говорю, что сейчас именно события в России будут определять глобальную повестку дня. Поэтому будущее России многовариантно, но мы исходим из того, что произошедшее с Улюкаевым – это действительно маленькое звено в очень серьезной цепочке последствий. Это раз. Второе. Вот если мы посмотрим еще раз на 32-й год и последующие годы, то мы с вами… А вот ведь в свое время Ключевский сказал, что повторяемость их исторических событий обратно пропорциональна их духовности. То есть вот духовные события, они уникальны и неповторимы. А вот бездуховные события, они как заигранная пластинка, просто повторяются каждый раз по одной и той же схеме, в силу того, что организаторы, они не способны на какое-то творчество и поиск. Так вот поэтому, если мы посмотрим на те годы, то Рузвельт и Сталин образовали совершенно уникальный тандем, и они планировали глобальную трансформацию человечества, ни много ни мало. Они всячески дистанцировались оба от Черчилля, который представлял другую линию. Они, может быть, неярко это засвечивали, но на тегеранской конференции Сталин и Рузвельт имели три встречи с глазу на глаз. И они договаривались именно о трансформации глобальной. Но, как мы знаем, вот, к сожалению, Рузвельт буквально за месяц там какой-то до окончания войны был якобы через инсульт. Он ушел из жизни в 63 года, хотя, ну, мое личное мнение, он, конечно же, был убит, и поэтому его хоронили в закрытом гробу. Много других таких обстоятельств. Вот. И именно тогда была снята с повестки дня идея Рузвельта о том, чтобы зону влияния СССР продлить до Ла-Манша, потому что Европа никогда из себя не представляла чего-то такого монолитного, целостного и предсказуемого. Вот. Этот вопрос был с повестки дня. Более того, Трумэн сразу же развернул курс по отношению к России, к Советскому Союзу на 180 градусов, и началась, по сути, подготовка новой агрессии против Советского Союза, которая планировалась уже на июль месяц. И вот сегодня, на мой взгляд, ну, а в 53-м году уже и Сталин был точно так же физически уничтожен. Вот этот опыт тандема Сталин-Рузвельт сегодня должен был учтен на принципиально новом уже уровне. Сегодня тандем Путин-Трамп, он не до конца как бы достаточен для изменения ситуации в мире и для решения вопросов на уровне глобального предиктора. Там не должно быть никакого противостояния. Там нужно просто планы глобального предиктора вписать в планы концепции общественной безопасности, которая сегодня, в общем-то, разработана для России, но она отличается своей именно геополитической сутью, она концепция для всего человечества. Так вот, для того, чтобы реализовать эту концепцию, нужно от тандема перейти к триумвирату. И если вы посмотрите сегодня заявление Путина, заявление Трампа и заявление Си Цзиньпиня, я вам рекомендую посмотреть выступление Си Цзиньпиня 1 июля 2015 года, на юбилее КПК, он говорил абсолютно те же самые вещи, что и Путин, что и Трамп. То есть сегодня создались все предпосылки. Есть принципиально новая концепция будущего для всего человечества. Есть три мировых лидера, по крайней мере на словах, обозначающие одни и те же именно нравственно-мировоззренческие ориентиры. Все остальное – это финансы, деньги, экономика, валюты. Это вторично. Управление, финансовый приоритет – это лишь четвертый по значимости приоритет. Есть гораздо более грозное оружие. Это, как Пушкин говорил, это идея, время которой пришло. И никакое богатство по Пушкину не может перекупить влияние обнародованной мысли. Поэтому сегодня, если от тандема перейти к триумвирату, то вот этот триумвират «Путин-Трамп-Си Цзиньпинь» он способен безболезненно, без каких-то глобальных катастроф перевести все человечество на жизнь именно по-человечески. И вот я знаю вас, как такого, может быть, самого в стране известного пропагандиста здорового образа жизни. Если кто-то думает, что вот эти вопросы глобальной политики и ваши вопросы, ну, это совершенно из разных областей, ничего подобного. Это как раз вопросы одного и того же уровня. Сегодня ни в деньгах, ни в оружии счастья. Или мы привьем человечеству навыки жить по-человечески, или мы не привьем эти навыки. И ничего другого здесь нет, чтобы решило судьбу человечества в будущем. Если мы дальше будем топить человечество в крови окружающего мира, в крови животных, в крови, так сказать, и так далее, то мы не... Ну, вы помните Льва Толстого. Не было бы боем, не было бы воин. И слова там, скажем, ну, это не вам рассказывать, вы эту тему знаете гораздо глубже меня. Ведь это вопрос не, как бы, не питания, это не вопрос там сыроедения, это вопрос глобального мировоззрения. Кто мы в этом мире? Хозяева, которые могут вот так вот всех уничтожать, или мы часть, значит, этого мироззрения и с любовью и трепетом относимся к окружающему миру. Это вопрос, с которого должна начинаться глобальная политика. Если этот вопрос не понят, то бесполезно рассчитывать, что вот Путин, Трамп и Сыдзиньпинь за нас все решат. Это наша проблема. Эта проблема начинается с вопросов, которые ставите перед человечеством выпрыжки, всего, своими вот работами и своими подходами. Благодарю, Виктор Васильевич. Да, вот я более... Я еще хочу немного в этом плане сказать, просто, ну, по крайней мере, то, что можно сказать, вот так вот открыто. Есть программа, безусловно, президента нашего, как бы мы ее так назовем аккуратно, это в том числе часть этой программы альтернативное здравоохранение. Когда придет час икс, когда будет возможно, это будет внедрено, то есть, но задача уйти от этих крупнейших транснациональных корпораций, которые травят всех там медикаментами и принципы лечения сами, они, безусловно, то есть, люди понимают, где нужно. И вот это уже создаются, и, как бы это сказать, вот коллективы создаются, те, кто может потом, ну, как бы, изменить, войти в эту структуру иного управления уже, вот это в том числе здравоохранение и так далее. Это все как раз делается, это я знаю, то есть, есть люди, ну, знакомые, кто вот с администрации президента, я знаю, там смотрят и мои лекции, в том числе, вот, так сказать, по питанию, по строению, вообще по, так сказать, адекватному человеческому питанию, образу жизни. Вот, поэтому, конечно, и полагаю, что это видно по всему, что время, это вот оно приходит. Дай бог, что, так сказать, вот был вот этот триумвириат, о котором вы сейчас говорили, что теперь очень важно здесь, знаете, спросить, что бы я хотел. Но вот, как вы думаете, ведь есть силы, которые будут всячески мешать. И не даром мы видим то, что сейчас вот в Америке, что началось такого уровня масштаба, в общем-то, никогда не было возмущений. Безусловно, это не сам народ снизу, как говорится, поднялся с борьбой за несправедливость, якобы. Такого не бывает. Ясно, что это его, вот этих людей ведут, ведут это там, кого за деньги, кого-то там за безумную идею. Но то, что там бьют, жгут, во всех, чуть ли не штатах, в крупных городах, понятно, это управляемо. Соросами там, кто за ним стоит, прочими. Вот дадут ли вообще Трампу вступить в должность? Вот, боюсь, не будет ли покушений, так сказать, как вы полагаете, сможет ли он дойти вот до, что называется, правления? Вы понимаете, все слова и все наши мысли, наши прогнозы, это тоже инструмент управления ситуациями. Поэтому я однозначно даю исключительно позитивный прогноз. Потому что, понимаете, в чем вопрос? Вот в Коране сказано так, и хитрили они, и хитрил Аллах. Но Аллах самый хитрый из хитрецов. И вот сегодня на все хитрости, на все вот такие бесчеловечные сценарии есть, извините, божеская поддержка, которая адресована тем, кто стоит на праведном пути. И я убежден, что если вот лидеры, о которых мы с вами назвали, действительно будут не на словах, а на деле ориентированы на праведный путь, то они, безусловно, получат поддержку свыше, и эти сценарии будут реализованы. И они будут реализованы прежде всего еще потому, что раньше этого не происходило, поскольку не было альтернативной, глобальной концепции жизнеустройства человечества. А сейчас эта концепция это достояние ноосферы. И создана принципиально иная ситуация, потому что концепция общественной безопасности она оглашена где-то в 90-м году. И прошло теперь уже 25 лет. Это время, за которое выросло целое поколение. Это целое поколение прошло становление в новой ноосфере. И что самое главное я хотел сказать, мы об этом говорим, кто вот знаком с концепцией, они понимают, что такое закон времени. Впервые за всю историю существования нашей цивилизации где-то на рубеже 19-20 веков частота обновления технологий превзошла частоту обновления поколений. То есть поколения меняются один раз в 25 лет. Технологии каменного топора были тысячелетия, потом двигатель паровой столетия. И вот впервые технологии стали обновляться быстрее, чем обновляются поколения. Это закон времени, в соответствии с которым выравниваются частоты биологического и социального времени, а потом частота обновления технологий резко превышает уже частоту обновления поколений. Разрушаются принципы возможности толпы элитарного управления обществом. Потому что элита, получившая некие посвящения, через 5-10 лет уже этим посвящения никому не нужны. Раньше они получили знания в начале жизни, их хватало этих знаний и им, и детям, и их внукам. Так вот, я хочу сказать, что то, что происходит сегодня, это заложено в матрице истинного пророка русской цивилизации Александра Сергеевича Пушкина, который о пророках сказал так, значит, вот он в своем произведении Гавриляда, он говорит так, с рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисей известный господин. Но я поверь, историк непридворный. Не нужен мне пророка важный чин. То есть Пушкин это не чин пророка, это истинный пророк. И поэтому Пушкин о том моменте, в который мы с вами вступили сегодня ночью, сказал так о глобальном предикторе, который управлял всем и вся. Он отображает вот эту матрицу происходящего сегодня. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Вот нам остается пожелать нашим лидерам, чтобы они действовали в соответствии с законом времени. Ну что ж, это абсолютно справедливо и разумно. А вот давайте посмотрим еще такой момент. Вот ведь кто вообще стоит, ну мы понятно, что не будем говорить о тех, кто стоит за ними, то есть первое звено, что называется. А вот кто больше всех сейчас возмущается в самом США победе Трампа? Это Голливуд практически в полном составе. То есть это разные Мадонна, это всякие кто там еще Леди Гага, которые известны среди многой части молодежи. Кто поддерживал Клинтона, кто Трампа, кто возмущается. Это Соросы и все части бизнеса банкиров и так далее, которые кто поддерживает. А из населения кто? Ну из населения это часть мигрантов, большая, которая так или иначе нелегальная и работает, живет и так далее в США. Это другие группы элементов преступности и так далее. А кто поддерживает Трампа? А поддерживает в основном та часть старой Америки, почти большая часть белого населения думаю еще, то есть те самые термины и прочее. трудящиеся люди и так далее. Вот фактически более того, то, что обещал Трамп своим избирателям до того, как он стал президентом, и то, что мы видим сейчас первое интервью, обычно ведь как, сбавляют темпы, ну то, что обещали, что-то, так сказать, говорят уже, когда выбрали, в меньшей степени на что-то не обращают внимания, а он напротив, не то, что усугубил все эти вопросы, которые ему задавали, а как вы вот теперь после избрания будете, а он еще больше раскрыл, более, так сказать, и жестко держит свою политику, позицию, так сказать, в плане, вот как раз там истины вот этой с Мексикой, так сказать, у ликвидации преступности, возвращения производств там и так далее, и так далее. Вот что вы об этом думаете, насколько сейчас, так сказать, он будет выполнять и свои обещания, и что за человек Трамп в плане вот как деловой человек, да, скажем, как хозяин? Ну вот, Юрий Андреевич, когда вы перечисляли всех, кто выступает против Трампа, я бы добавил только одну фразу, и другие ЛГБТ-сообщества, да, вот примерно так я бы охарактеризовал все это, поэтому мне представляется, что расплат сил сегодня он удивительно сегодня расклад сил в действительности очень серьезно отличается от той статистики, которую мы наблюдаем официально. Почему я в этом абсолютно уверен? Потому что вы даже не представляете, что такое выборы в США. Вы видели наших наблюдателей за километр не подпускали к этим участкам, там же голосуют как ни попадя без паспортов, а считают и тем более непонятно как. Так вот, вы представляете, что значит вот эти цифры, когда полностью весь административный ресурс, все средства информации, все-все-все остальное работало исключительно против Трампа. то есть в действительности это все надо помножить, я не знаю, на пять или на десять. Вот реальная ситуация в Соединенных Штатах. Поэтому в действительности ситуация такова, что Трампа поддерживает реальная Америка. Вот та элита, так называемая, она просто никакого отношения к Америке уже не имеет. это абсолютно та часть, которая оторвалась от своего тела. В образах Пушкина вы помните прекрасно его как бы аналогии, это вот такая голова, стоящая отдельно от туловища от народа и ничего кроме вреда народу не приносящая. Поэтому Трампа поддерживают реальные люди, это прежде всего ну как мы говорим средний класс и те, кто настроены жить по-человечески. То есть жить не за счет кого-то и не нарушая все законы вселенной и принципы жизни по-божески. А те, кто вот еще сохранился, кто хотел бы и жить по-божески, и жить более-менее честно, вот они все исключительно заработаны. И так в общем-то во всем мире. Это вот мы видим примеры. Опять же вы думаете, что в Молдавии и в Болгарии не работали как бы так сказать все административные ресурсы на противоположную сторону. К счастью вот здесь сработал вот этот эффект, когда этим псевдо-либеральным демократам были отпущены вот же, и они везде по сути сломали себе шею сапель. Абсолютно точно. Я вот хочу здесь добавить и уже задать вопрос Станиславу, поскольку он хорошо знает Америку и, так сказать, там и был, и жил, и язык в совершенстве, разговорные вот и американские мысли, все, так сказать, знает. Я хотел бы кое-что спросить, но хочу сначала сказать совершенно правильно. То есть, именно те либералы, как хорошо сказал в свое время Достоевский, что наш либерал это лакей, который только ждет, кому бы ботинки начистить. Ну, понятно, кому, кто их хозяева, и кому они все, неважно, в Америке, в России, все эти либералы. Понятно, кто был против. Против и Трампа, и против Путина, против вообще вот этой вот возможности нормальной человеческой жизни для большинства, а не для меньшинства, выступают всегда те, кто ненавидит данную страну, Россию, или там, кто ненавидит ее историю, культуру, ненавидит тех, кто пытается противостоять вот этой несправедливости. Они сразу поднимают вой, виск, мы это прекрасно видим, знаем, это понятно. И вот, так сказать, сейчас действительно переломный наступил момент, когда, вопреки всех прогнозов, вопреки уверенности, действительно, как будто это какая-то некая помощь свыше, потому что действительно, какая мощь, сила, средства, деньги, СМИ все, да, то есть, это огромное информационное оружие были направлены против, и однако произошло вот это чудо, когда мы даже видим вот эти официальные данные, которые уже невозможно было скрыть. Но это как мы помним все, когда был такой проект в России, имя России, когда выбирали вот, ну, лидера, да, какой самый, так сказать, вот, почитаемый в народе, и вот когда только было первое включение, оно было в прямом эфире, и на первом месте тогда был Сталин, да, среди всех, вот, Суворов, Александр Невский, на первом, и тогда как раз Соловей Вухов, ему еще так вот говорили, но это мы, кто следит за этим, знают, ой, они были прям перепуганы, просто перепуганы, что на первом месте Сталин, а это было, и они быстро скрутили, говорят, это хакеры накрутили, и мы также помним, как заканчивался этот проект, когда последние полчаса были в прямом эфире, и полчаса, когда Сталин был там на четвертом месте, даже при том, что его скручивали постоянно, и вот эти полчаса вывели Сталина на третье место с четвертого, то есть полчаса всего лишь, то есть какая идет работа колоссальная, и тем не менее мы видим, что люди, простой человек, и в России, и в США, простой человек, прекрасно видит, чувствует эту несправедливость, его это возмущает крайне, и возможно действительно создался тот вот этот мощнейший Грегор, когда уже вот это вот выпиение, вот этого простого человека, народа к справедливости, да, к высшим, что называется, силам, это создало вот эту такую мощь, когда уже просто, ну невозможно противостоять, я так полагаю. Кстати, в США последние вот полгода, год появляются такие фильмы, я к сожалению сейчас не помню название, я сам ходил смотреть, вот с женой, не так давно фильм, который меня поразил тем, там нету вот этих голливудских там безумных треуков, он голливудский, но дело в другом, он показывает о реальной жизни, там как бы полицейские, два полицейских, голубинки США, вот это действительно бедная жизнь, безработица колоссальная, как простой американский труженик относится, видит к этим банкам, как он ненавидит вот банкиров, не потому что просто так, а потому что он понимает, что они отобрали у них путем хитрых манипуляций, вели в заблуждение в своем, и отобрали все фактически, что они живут в долг, что, то есть там показана жизнь изнутри, не вот эта голливудская красота, для обывателя затереть глаза, вот это правда, и это то, что снимают уже такие фильмы, то, что как готовятся правящие классы, и готовились, когда вот эти, вы знаете, там вот эти гробы миллионы заготовили, в свое время решетки, концлагеря вот эти поставили, там правительство США, при прошлых президентах США, они понимают, что недовольство народа колоссально, возможность там революции, чего угодно, выступления, они к этому готовятся, и насколько в умах людей, вот это вот зреет недовольство, то есть по сути, вот этот вот трамп, действительно, и то, что сейчас произошло, вот это вот можно сказать чудо для кого-то, это возможность, может быть, дай Бог, простого и бескровного изменения ситуации, и перехода к иной форме существования общества, народов и так далее, да, вот я бы хотел, Станислав, скажите, пожалуйста, а вот немножко, может быть, вы можете сказать что-то о том, как люди вообще, и каких классов, я бы сказал, то есть вот в США, вообще вот про эти недовольства, есть ли какие-то, вот как это разговоры на кухне, я не знаю, там между собой, у каких слоев населения, какое отношение к происходящему, вот в том же США даже, допустим, для внутренней поли, мы же знаем, что еще в 80-е годы снимали фильмы, когда там, вот помните, про робот-полицейский, вот этот Робокоп, когда там Детройт, и показывали, как бы будущее Детройта, через 15 лет, что это будет там просто, ну фантастический город, а что мы видим, в руинах лежит, да, некоторые города, миллионники в руинах лежат в США, об этом мало кто знает, даже вот после этого, Катрин или что там, прошел вот этот ураган, так миллионный город не стали восстанавливать, потому что, ну почему не стали, вот расскажите, что там, как люди вообще видят происходящее внутри США, ну там, значит, вот простой человек. Вы знаете, я не могу сказать сейчас, как все было, потому что, ну я не следил за событиями, и редко в последнее время даже общаюсь со своими друзьями, товарищами из Штатов, но вот как раз, когда избирали Обаму, я был в то время, в 2008 году, как раз в Штатах, и было интересно наблюдать за всем этим, Обама был очень харизматичной личностью, и то, как он говорил, его речь, умение убеждать, просто поражали, и вот даже меня вдохновляли, захватывали, то есть, ну все были буквально очарованы Обамой, и как раз таки про тот фильм, который вы говорите, один из фильмов, там вот Америка или фашизм, по-моему, называется, как раз вот в то, в то же самое время они выпустили этот фильм на английском, ну только сейчас, он через 8 лет, получается, дошел до нас на русском языке, и с Трампом интересно было, ну просто я могу свои наблюдения рассказать, он оказался не таким простым, как его воспринимали, что он, мол, такой сумасшедший, недавно буквально мне попался видеоразбор его речи, очень-очень интересные маркеры, там выявляли в его речах на дебатах, и когда вы посмотрите просто эти видео, вы поймете, что на самом деле этот человек владеет, очень хорошо, отлично просто владеет, ну гипнозом, можно сказать, у искусства убеждать, эти видео так и называются, силы убеждения Дональда Трампа, первое, а второе называется, дебаты Дональда Трампа, пять ментальных приемов, которых вы не замечали, то есть мы, как знаем, он больше бизнесмен, нежели политик, и вот как раз таки все искусство вот этого продажника, умения продавать, он прекрасно применил в политике, ну а можно это хорошо наблюдать, то есть как подтверждение, понять, что это так, он сам, кстати, заявил об этом в самом начале вот этой гонки, что там было 17 человек, и он сказал в интервью, что я буду убирать одного за другим, и там, кстати, в этом видеоразборе показывается, как он это делает, просто мастерски, вот это интересно, потом в плане, в плане вот знаков, да, которые проявляются по поводу избрания Трампа, какие знаки, ну вот то, что в Лондоне есть русский, русская, нет, улица Трампа, а улица Трампа, пересекающаяся с русским переулком, например, то есть вот такое интересное знамение, да, а буквально вчера Песков заявил, что, ну я сначала, конечно, увидел это в речи Трампа, потом, ну Путин это давно уже говорит, то есть и Песков вчера это соединил, эти две части мозаики, мне понравилось, что он употребил как раз слово концепция, вот, которое, так всегда подчеркивает Виктор Алексеевич, и Песков сказал, что, так тоже обрадовался, говорит, вот смотрите, Трамп объявил, насколько у Трампа и Путина сходится концепция, концепция, то, что Трамп тоже заявляет, что на первое место мы ставим интересы Америки, но не в ущерб другим государствам, абсолютно идентично, как Путин сейчас ведет внешнюю политику, вот как и Виктор Алексеевич сегодня тоже упомянул. И по поводу того, что вот кто зачем стоит, я пока жил в Штатах, вот эти два года, кстати, могу сказать, что первые полгода был очарован, потому что это всегда было моей мечтой уехать в Соединенные Штаты, и я думал, что там такая вот красивая жизнь, потому что, так сказать, мозги мои промывались именно Голливудом, потому что в фильмах это все показывалось, особенно вот фильмы, которые делали в 90-х американские, что это такая идеальная жизнь, американская мечта, сказка, ну и, соответственно, будучи таким ребенком, я промывался, в общем-то, всеми этими фильмами, ну еще, наверное, повлияло то, где я рос, город у нас был такой довольно-таки криминогенный в Казахстане, и, наверное, как такая душная, как возможность куда-то убежать, я видел Америку, и поэтому всегда мечтал туда уехать, но когда я приехал туда, полгода я могу сказать, что был очень вдохновлен, воодушевлен, впечатлен, в такой эйфории находился, но когда после вот этих шести месяцев я стал вживаться, так сказать, в рутину американскую, и приходить на работу, и общаться с людьми, и больше, глубже внедряться в их менталитет, узнавать, я, конечно же, стал все больше и больше разочаровываться, ну, сейчас, если коротко так вот меня спрашивают, что да как, я коротко говорю, что я могу Америку сравнить вот с куклой Барби, то есть она такая красивая вся снаружи, но внутри пустота, потому что... Кресивая, расфусуренная, правильно сказать, потому что все-таки... Да, инфраструктура там не то, что красивая, можно сказать, чересчур, это вот можно сравнить с женщиной, которая чрезмерно накладывает макияж до такой степени, что становится уже некрасивой, так сказать, да? Вот инфраструктура Америки, вот по моим личным ощущениям, она настолько идеальная, все настолько там вот правильно выверено, что не остается буквально вот места какому-то природному кусочку, куда не ступала нога человека. Ну, если грубый пример привести, так вот у нас много разных территорий в городах, где нетронутое правительство, где какие-то, не знаю, железяки там или еще куда-то можно в лес пойти, то есть вот что-то такое. А там... О том, что все там подчинено вот этим регламентам, все роботизировано, абсолютно, абсолютно, абсолютно все подчинено и вот куда-то хочешь просто в кусочек дикой природы ступить, там стоят заборы, на которых написано на проволоке, что переступление через эту ограду преследуется там законно, вплоть до того, чтобы могут застрелить и все такое. И народ, вот по крайней мере, когда я там жил, то, что я наблюдал, народ очень, очень зомбирован, очень зомбирован телевидением и вот как Задорнов правильно подчеркивает, кстати, ну, подтверждение такое от Задорнова тоже, что народ очень инфантилен, даже в свои 50 лет, там, американский мужчина, то есть его интересы, они идентичны там школьнику нашему, ну, зачастую даже наш школьник уже о более чем-то высоком думает и то есть вот это потрясающе было юмор, когда юмор вы наблюдаете американский, то он сводится только ниже пояса. То есть вот этого юмора прекрасного, да, как у нас, как у нас здесь есть какой-то интеллектуальный юмор. Вы знаете, Симпсоны, мультик Симпсон, по сравнению с тем, что сейчас там действительно вот идет, там есть Family Guy мультик такой очень популярный. Симпсоны это очень интеллектуальный мультик, я должен сказать, по сравнению с тем, что сейчас им мозги чем промывают, да. Ну вот, а буквально... Симпсоны это способ оповещения некоторых посвященных, некоторые сценарии в том числе. А так вот, мне кажется, вы правильно подметили, что основной смысл вот американской мечты сегодня это расчеловечение человечества. То есть там человеческого ничего не осталось. Есть только некая искусственная среда, а человек от Бога создан для жизни вообще-то в природе и для контакта с биополями, и богатство это от слова Бог, это то, что Богом создано. В Америке сегодня ничего не осталось, что создано Богом. Вот в России сегодня более 60% территории это то, что Богом сотворено. И вот туда приходишь, и ты ощущаешь силу природы. И вот я думаю, не случайно, Юрия Андреевича я встретил вдруг в Пушкинских горах, потому что вот в Америке такого уже не найдешь. А вы знаете, та Америка, в которую все влюблены, это Америка по сути 30-х где-то годов, 50-х, когда люди все были стройные, когда не было этого еще ожирения, когда ГМО не было. И вот это одна из главнейших причин, по которой... Между семьями, да, американскими, когда вот этот класс крестьянства еще, но фермерства малого... Когда еще было более думающее население, да. И вот это одна из главных причин, по которой я бы сейчас просто не ногой в Америку, это питание, потому что, ладно, ГМО, это уже всем известно, но вот этот... Есть там такая добавка, high fructose corn syrup называется высокофруктозный кукурузный сироп. Это очень опасная добавка, самый дешевый подсластитель, который, к сожалению, я сейчас читаю все больше и больше на этикетках уже у нас в России. Это ужасная добавка просто. Там синтетические продукты, так сказать, я не знаю, там выше 90%, конечно, есть биопродукты, безусловно, но этот сектор очень мал, и фермеров... А потом опять-таки, ГМО поля, переопыление идет культур, так сказать, масштабами сумасшедшими, поэтому фермеры простые, это я знаю, просто изнутри бьют тревогу, что просто фактически их либо разоряют, потому что подают суд на то, что крупные компании ведь патентуют эти ГМО свои культуры, а поскольку уже там есть часть их как бы генофонда, вот это переопыленного на полях, даже если фермер свою, да, семена сажает, свои семена фонды, но там есть частичка, которая запатентована теми корпораций, их подают в суд, разоряют. То есть, вот эти крупнейшие также ковбои, вот этот самый ковбойский, и сами они говорят, вот даже Познер было с этим, ездил, как его там, ну в общем, по США ездил Познер там с своим другом этим, как Ургантом, и заезжали в территорию, общались с теми ковбойми, говорят, а что делать, последние земли продают, так сказать, молодые ребята, которым по наследству досталось от отцов, дедов, и продают этим корпорациям, дорого же земля, вот продают, так сказать, ничего не хотят делать, ну тоже, то есть вообще это одно и то же, вот понимаете, начиная от, я не знаю, там США, там России до Марокко, глобализация это называется, когда одни и те же правила, когда уже убираются корни народные, традиционные, когда все примерно одинаково в городах, быт, образ жизни, мысли людей, так сказать, гонка потребления, все направлено на то же, вот как раз с этим, как я вижу, да, и высказался против всего этого, к возврату к ценностям настоящим, к жизни нормальной, человеческой, именно Трамп, он нашел те нотки в сердцах людей, простых людей, которые как раз за это, самое главное, проголосовали, вот за возврат к той самой мечте, к той идиллии, к тому, что помнят еще дети, взрослые, со своего детства, понимаете, вот, Виктор Васильевич, и как вы полагаете, так ли это? Каково, я думаю, что, конечно, Трамп проголосовал именно за возврат к человечности во всех его проявлениях, то есть, не к жизни вот в какой-то искусственной коробке, да, потому что, ну, вы прекрасно знаете, очень широко известный эксперимент, Вселенная 25, когда вот мышей создали для них рай, да, но в результате они все сожрали друг друга и погибли 25 раз, так и здесь. Мечта не в том, чтобы всем всего там было через край, а в том, чтобы люди оставались людьми и жили по-человечески, поэтому вот во всем происходящем вы как-то вот и до этого спрашивали, а кто же за Трампа? Самое главное, что за Трампа, на мой взгляд, сегодня Бог, вот кто, главный, кто за Трампа? Ведь Бог же создал нас, наверное, не для того, чтобы мы потеряли голову и вот жили так, как живем сейчас. Настала пора подуматься. Я сегодня вот на телеканале МИР записывал программу, они спрашивали меня о календаре Майя там, о русской буквице. Ну, вы вдумайтесь только, календарь Майя, это еще до колумбовские времена, но там же такая матрица заложена. Для того, чтобы ее освоить, нужно было ощущать космические энергии своим биополем человека. Поэтому то, что сегодня происходит, это не эволюция, как нам навязывают, а это совершенно очевидная деградация человека, как человека разумного. И вот мы, сегодня настала пора это осознать, мы подошли к последней черте. Или мы это осознаем, или мы входим в режим самоуничтожения, потому что природа не прощает вот того, что мы творим на данном этапе. Но вот в целом, Юрий Андреевич, мне кажется, что, в общем, вот и сегодняшняя наша встреча, и вообще наши, все такие вот встречи, информация наша, она на 99% должна быть посвящена добру и нашей поляне, и меньше всего вот нашим возмущением по поводу того, что творится сегодня. Нам, когда мы даже критикуем это, когда мы разоблачаем это, то мы косвенно как бы рекламируем, мы начинаем эту матрицу подпитывать. Поэтому нам нужно по возможности как можно дальше дистанцироваться от всего того, чем наполнены вот последние столетия безобразной жизни человечества, и формировать поляну добра, и говорить по преимуществу о том, что будет завтра, что будет через год, что будет через сто лет. Вот наша с вами задача, так я ее вижу. Ну вот давайте тогда поговорим немножечко о Европе. Вы знаете, Юрий Андреевич, простите, да, я хотел добавить, вот его еще спросили про отношения людей, да, в Америке, ко всему этому. Вот если, ну да, просто человек, ну, у которого я жил, так сказать, снимал жилье там, человек был, ну, он там и есть, владелец полштата, в общем-то, недвижимости, очень богатый человек, и он был таким всегда ярым, всегда поддерживал русские, не русские, украинские сообщества, польские сообщества, они там очень развиты, кстати, и вот именно с такой элитой, дружной, бывшей уже на настоящий момент. И они называют, ну, такие, кто против, так сказать, русских на фоне Советского Союза, они называют нас комис, комис по-английски, как, можно перевести, как коммуняки. Вот. И часто, просто в соцсетях, я видел публикации от него, ну, такие недружественные, и интересно было наблюдать, насколько он переменился, что сейчас он выступает за Трампа. И просто появляется, появляется большая надежда именно на возрождение вот Америки, как вот в плане культурных ценностей, потому что, потому что, ну, вот, чтобы вот так вот негласно взять и избрать, если это действительно там честные выборы были, то это, это очень, очень, очень льстит, наверное, русским людям, что вот все-таки еще есть думающие люди, и, как оказывается, больше половины, населения в Америке. Это очень интересно. Ясно, что это более чем половина, да, это понятно. Так, так получилось, что я лично познакомился с Крисом Энджио в Соединенных Штатах, а это, если кто-то знает, ну, он всемирно известный человек, хотя больше известен в Америке, наверное, он признан величайшим магом на Земле. Ну, Копперфильд, наверное, все знают, это точно. Вот если сравнивать с Копперфильдом, то заслуги Криса Энджио, всего, что он вообще сотворил за последние 10 лет, то это можно так вот, как пятиэтажный дом и небоскреб, наверное. Вот, и Крис Энджио, он встречается тоже со всемирными звездами многими, в том числе, так оказалось, что он в хороших отношениях и с Дональдом Трампом. Вот, и такая получается цепочка некая негласная, наверное, энергетическая, что вот выстраивается нечто нечто такое светлое, вот, с чем, по крайней мере, мне приходится иметь дело. И вот Виктор Алексеевич сказал про закон времени и про календарь мая как раз-таки такая известная информация есть, что после 21 декабря 2012 года на планету если взять прицессию родноденствия, то вот ось Земли она поворачивается, начинает поворачиваться к центру галактики все больше и больше сейчас. И, соответственно, к нам поступать начинают энергии вот такие божеские, то есть из центра галактики все больше и больше. Это неизбежно, и это все равно как вот как будто свыше офис дают, который нужно занять людям достойным, соответствующим этих энергий. И вот по моим ощущениям тут просто неизбежно без каких-то потерь будет просто те, кто не будут соответствовать этому офису, они будут уходить с лица Земли, так сказать. То есть, скажем так, идет неизбежно просветление, прозрение людей во всем мире. то есть, хотят люди этого или нет, но энергии эти поступают, и будут оставаться только те, кто будут их принимать. И вот просто это радует и радует все, что происходит сейчас. Вот такое сплочение с Америкой, то, что сейчас происходит, и вот и в Молдавии, и в Болгарии тоже то, что выбрали президента. Совершенно очевидно, что, конечно, Трамп будет вести свою политику, это видно по всему, что это человек слова и дело, так сказать, в дружбе, понятно, выстраивать действительно партнерские отношения с Россией, решать проблемы внутри Америки, которых огромное количество накопилось, а люди сделали свои выборы, действительно, гораздо большее число людей, чем мы видим на официальных выборах, иначе просто, ну, это понятно, что, так сказать, как проводились, как были, фальсифицировались, как нажимались все рычаги возможные, чтобы, так сказать, изменить количество и качество голосующих, но это понятно. А вот, Виктор Васильевич, вот такой вопрос, вот, вы говорите, что будет? Совершенно правильный вопрос. Вот Европа, ну, мы говорим не о простых там жителях сейчас, а говорим о политиках. Вот еще недавно мы слышали, что какие вои, визги, значит, ну, у шестерок, так скажем, так сказать, вот Обама, и кто за ним стоят, значит, вот в лице глав государств европейских основных, мы видели, что они говорили, и тут как изменилась риторика за буквально считанные дни, да, так сказать, они поняли, что им предстоит общаться с будущим уже избранным, так сказать, президентом, его отношение к жизни и к России, и то, что там не будет теперь больших ресурсов выделяться, так сказать, что, да ведь понятно, что все, все то, что происходило, все эти санкции, все отношения, риторика, это все пошло оттуда из Вашингтона, ну, понятно. что теперь будет, как вы полагаете, и скоро будет ведь выбор и в разных европейских странах, то есть смена элит произойдет, так сказать, что ждать впереди, что будет в ближайшее время, как вы полагаете, в Европе, все-таки она ближе к нам, чем Америка, это тоже важно очень. Ильт произойдет, в Европе, и в Европе, это очень важно. Европа, видите, она всегда объединена вокруг вот той самой сатанинской доктрины второзакония Исаии, да, она, в общем-то, в Ветхом Завете изложена, я могу ее напомнить, она звучит так, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут, не отдавай в рост под процент брату твоему, ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдавать в рост, а иноплеменнику отдавать под процент, и тогда все народы мира покорятся тебе, а те, которые не покорятся, будут вообще истреблены. Вот это то, что объединяет Европу всегда. И Европа, к сожалению, не понимает весь тот сатанизм, который заложен в таком подходе, в общем-то, к организации жизни на Земле, потому что это, по сути, истребление планеты. И, к сожалению, Европа веками не меняется. Вот, вы знаете, наверное, уместно было бы вспомнить такого очень мудрого, думающего человека, Федора Ивановича Тютчев, да, ведь посмотрите, что изменилось с той поры, когда он писал о сегодняшней Европе. Напрасный труд, нет, их не выразумить. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Идея цивилизации, она базируется, может, только на духовно-нравственных ценностях, а не на обмане евро-долларовым. А они верят, что можно бесконечно насиловать человечество вот евро-долларовыми тирамидами. Но еще как-то, я помню, один из президентов США прошлого сказал, можно дурачить всех некоторое время, можно, значит, как-то и немногих дурачить всегда, но невозможно дурачить всех и всегда. Поэтому, вот, а, собственно, суть европейской, европейского единения, европейской доктрины, которая негласно идет под крылом, в общем-то, Лондона, которая иногда так со стороны за всем этим наблюдает, она сводится, опять же, к Тютчеву. Помните, что вот глобальное разграничение между тем, что делает Путин и то, что, значит, вот, олицетворяла Клинтон на выборах, это охарактеризовано Тютчевым в его следующем стихотворении «Два единства». Он начинает как? Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край и запад тонет в ней. Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши. Весь русский мир сомкнись тесней. Единство возвестило раку в наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем его спаять любовью, а там увидим, что прочнее. Вот, собственно, это сказано сегодня утром. Мы пытаемся спаять мир любовью. И в этом и смысл тех противоречий, которые сегодня вылились наружу в виде разного рода многих и многих последствий. Вот так я смотрю на эту проблему и на Европу. Пока Европа не поймет, что объединение возможно только на каких-то нравственно-мировоззренческих основах, но не на деньгах. Объединение возможно на человечности, на разговоре с человеком, а не на разговоре о прибыли, деньгах и финансах. Но Запад всегда считает, что человек это инструмент решения финансовых проблем. Вот поймет, но часть народа, к сожалению, сейчас мы видим, что какое количество специально, разумеется, пущенных мигрантов в Европу заполонило, растворило, вернее, как перемешалось с населением коренным, которого и без того уже на самом деле мало, в той же Франции уже, так сказать, меньше половины коренных этнических французов. Как же сможет народ изменить, проголосовать, но разве что действительно можно только надеяться на чудо, так сказать, посланное свыше, потому что с точки зрения уже того, что народ как народ поднимется, проголосует и так далее, но это практически исключено, потому что все-таки ситуация иная, не как в Америке, в Европе, в том числе и Америка, вернее, руководство США делало все для того долгие годы, чтобы, так сказать, Европу ослабить, вернее, не то, что Европу ослабить, а именно ослабить дух народный, национальный, так сказать, тех или иных государств. И вот это сейчас большая проблема, потому что, так сказать, и без того миллиона чужеродных людей в плане культуры, истории, то есть, они как бы уже вроде бы по паспорту французы, но по сути им чужда и культура, и духовность, и так совершенно другие люди, которые живут вот в этих вот, так сказать, своем мире, совершенно с другими ценностями, и вот это вот большая проблема. Вот как будет в связи с тем, что, ну, предположим, изменится, часть уйдет элиты старой, придет новая, но, так сказать, сможет ли народ вот этих вот старого, так сказать, мира, как единый, так сказать, народ, вот что-то сказать свое слово, изменить. Вот вопрос в чем, изменить ситуацию. Изменить ситуацию. Илья Андреевич, очень глубокий вопрос, и я хочу сказать, что главное, что должна понять Европа, что объединиться можно только на базе каких-то идей и духовно-нравственных ценностей, ни на чем другом это невозможно. Когда нас спрашивали вот об этом примерно лет 20 назад, мы однозначный прогноз давали, что если Европа вовремя не одумается, то рано или поздно она попадет в эту русскую гармошку, когда наша цивилизация вот так то сжимается, то потом разжимается. И Европа станет восьмым федеральным округом нашей цивилизации, Руси. Потому что, понимаете, то, что творится сегодня, нужна же ли идея какая-то объединительная, а не просто, давайте вот, ребята, на чем-то договоримся, опять на той же самой доктрине второзакония Исаии, нет, это не получится, уже обкатали этот вариант, не получается. Значит, мы вовсе ведь никогда не имели каких-то агрессивных настроений, мы наоборот, всегда, вот куда бы мы ни приходили, мы всегда только помогали развиваться любой новой территории. И всегда максимум возможного делали для сохранения этой территории и ее самобытности, потому что, мы понимаем, мировая культура цена только тем, что сохраняется весь вот этот, все бриллиантовые россыпи культуры каждого народа. Поэтому Русь никогда никому ничего не навязывала. Она лишь помогала развиваться тем тенденциям, которые хранил сам народ, вопреки тем глобальным цивилизаторам, которые всех хотели подстричь под одну гребенку. И поэтому вот, ну, я, например, сегодня не вижу пока в ближайшее время таких альтернатив для Европы, кроме как наконец-то понять величие замысла русской цивилизации, которые стежок за стежком пытаются объединять любовью. И если они поймут это, то, возможно, будет возврат к тем схемам, о которых в свое время мечтали и прорабатывали эти схемы Рузвельт и Сталин. Когда Даламанша, вот эта территория, она будет, в общем-то, пропитана, если угодно, русским духом. Но не духом агрессии, не навязыванием чего-то, а просто нужно через русский дух попытаться очиститься и снять то наносное, которое навязано Европой в последнее столетие. Там просто навязывалась абсолютная бесчеловечность. И, к сожалению, вот эти такие клички, там, гейропы и так далее, они ведь рождаются в народе. Это не кто-то злоумышленник придумывает. А действительно, там вот таких наносных, абсолютно античеловечных явлений накопилось слишком много. И это уже нетерпимо для Бога, если угодно, для высшего разума. А Бог, он может раз предупредить, два предупредить, но рано или поздно вмешивается уже с более высокого уровня организации интеллекта во Вселенной и происходит такая, если угодно, акт социальной гигиены. Для Европы это надо к этому готовиться. Ну что ж, абсолютно разумно и логично. А вот скажите, все-таки, как говорится, ну тут волнует вопрос, я думаю, многих, а тем более сейчас ведь кардинально ситуация изменилась. И что будет с Украиной? Ведь все-таки это, так сказать, понятно, мы один народ, ведь это, так сказать, по сути русский народ, как бы там ни называть. И Белоруссия, значит, граждане Украины, и России, ну основной народ это русский народ. И все-таки, так сказать, стоим много тысячелетней, не тысячелетней, а разумеется, много тысячелетней нашей культуры, истории, прошлым единым объединяющим. Не может так просто все взять. Это, конечно, я лично, естественно, считаю, что это явление временное, вот это искусственное, неестественное разделение одного народа, что мы сейчас видим, и попытка любой ценой вбить клин, который, вот собственно, уже уверовали, что вбили. Но, тем не менее, в связи с последними событиями, как вы полагаете, как будет развиваться вот это отношение и между, теперь, вот уже между Украиной, которая пока еще в руках, так сказать, правящего вот этого продажного группки, так сказать, тех вот мерзавцев, которые за свои 30 серебряников уничтожают свой народ, так сказать, и государство. Вот что будет в ближайшее время, какие тенденции мы увидим сдвиги вот в этих наших отношениях совместных России и Украины? Ну, вы понимаете, вот когда мы рассуждаем о таких глобальных сценариях, здесь все определяется мерой понимания, потому что зачастую вот такие псевдопатриотические порывы, они носят такой глубоко провокационный характер. Вот я хочу сказать, что европейские ястребы и ястребы военно-промышленного комплекса США ведь очень активно вместе с нашими такими оголтелыми патриотами навязывали по сути нашему президенту сценарий, что мы должны взять Донбасс. Вот, ну, все делалось для того, чтобы Путин вошел в Донбасс. Это была мечта. Вот, к сожалению, к мечтам не судьба сбываться, Путин понимал прекрасно и мы давали эту информацию по всем доступным нам каналам, а к нам приезжал на консультацию напрямую, к примеру, Медведчук и многие другие видные, как бы, деятели Украины. Мы говорили о том, что это самый неприемлемый вариант. Это раскол народа, а дальше это вот как бы известный нам Нагорный Карабах, Косово и так далее объявится. Вот, поэтому нам не нужны никакие фрагменты. Нам нужно, чтобы народ Украины наконец-то осознал все это. К великому сожалению, вот так уж устроен мир, что все это должно пройти вот через душу народа. То есть, они вот должны это через печенки свои почувствовать, что так дальше жить нельзя, потому что как только мы попробуем это навязать как-то собственными усилиями, это рано или поздно будет отторгнуто, и потом будут все время показывать, что а, это Россия тогда вот сотворила. Поэтому границы государственные и границы цивилизационные это совершенно разные вещи. Как была наша единая русская цивилизация, так она никуда не исчезла. Все эти Украина, Белоруссия, Прибалтика, там, где говорят по-русски, это все наша русская цивилизация. Как бы не пытались элиты разрубить эту цивилизацию на куски, но вы помните Руслана и Людмилу, все равно рано или поздно это будет окроплено мертвой водой уже окроплено, а потом живой водой, и все равно это останется цивилизацией. Почему так активно Украина, там, Грузия, значит, главное это русский язык, да, вот заблокировать. А они знают, что пока страны говорят на русском, эта цивилизация единая, неважно, где какие границы и где какие правители, народ един в целом. Поэтому вопрос единства России, Украины, Белоруссии, как вот такого костяка, всех остальных стран русского мира, это был и остается вопросом цивилизационного строительства, он никакого отношения не имеет к государственному строительству. А цивилизационным строительством на Руси умели заниматься настолько давно, когда Европе это и не снилось. Европа только сейчас на таком маленьком участке пытается там, а что такое цивилизационное строительство, это единые деньги, это единый язык, это единая система мер, так у нас эта задачка была успешно решена во времена Ивана Грозного. А Европа, пытаясь эту задачку решить десятилетиями, ничего не может сделать по этим базовым вопросам. Они то решат, то у них все рассыпется. Поэтому цивилизационному строительству не кому-то нас учить, это мы кого угодно научим, и у нас есть опыт такого бескровного цивилизационного строительства, за ним безусловно будущее. И когда мне говорят о том, что Россия должна войти в Европу, то вы знаете, я вспоминаю карту и советовал бы многим посмотреть на эту карту. Есть вот такая Россия, есть там маленький такой пятачок сбоку приклеенный, поэтому когда пуговицу пришивают к кафтану, она конечно может подавать эту ситуацию, что это кафтан пришивают к пуговице, но мы должны быть реалистами и понимать, что не только Украина, но и Европа в целом, она в плане цивилизационного строительства абсолютный ноль на фоне цивилизационного строительства и навыков в этом вопросе, которыми обладает наша цивилизация, и о которой в свое время об организаторах этого цивилизационного строительства наиболее ярко сказал Александр Сергеевич Пушкин, он сказал об этих людях так, волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен, правдиво свободен их вещий язык, и с волей небесную дружен, на Руси всегда были, есть и будут такие люди, как это не опечалит очень многих да, совершенно верно, опечалит это пока еще многих, но более того, кстати, есть такие люди и в Америке, несмотря на то, что большинство населения, в общем-то, оно зомбировано, но есть это пока еще многих, но есть такие люди в Америке, от таких людей мы видим большинство книг, которые приходят нам сюда именно по разной направленности эзотерической, духовной и прочее, но эти люди всегда по пальцам пересчитать, если на запад брать. Я вам даже более того скажу, есть такой интересный, уникальный человек Сепп Хольстер, вы его все знаете, это такой фермер аграрий для наших зрителей, кто не знает, который наряду с другими такими же выдающимися людьми в данной области предложил вернуться к разумному природопользованию, если так скажем, в гармонии, когда человек живет с природой и получает еще больше урожая в любых климатических и практических условиях, прекрасных, экологически чистых продуктов и живет нормальной жизнью. Так вот, когда он был ну скажем так в Северной Америке и встречался с малыми вот этими народными, ну различными индейскими еще остатками вот этими племенами и хранителями традиций и так сказать вот этих знаний древних коренных так сказать народов Америки, Хольстер приезжал в Россию не раз и вот он как-то приехал к нам под Ржев но я для тех кто не знает зрителей скажу, что вот я являюсь еще основателем это поселение в Тверской области вот он был в Ржеве под Ржевом у нас и он выступил семинар такой многодневный и он рассказывал вот такую историю ну что называется вот для своих что когда он был его вот эти вожди собрали и сказали вы знаете мы знаем ну они так сказать видят что спасение мира они так и сказали вот спасение того мира жизни на земле вот это вот нормальной жизни для всех людей на земле есть только вот этот вот собственно об этом ведь и Кейси говорил в свое время да предсказатель это Россия она говорит это вот она хранительница вот этой вот души и действительно спасение и езжай и просвещай своей области все силы это все потом придет Европа это все подтянется он говорит езжай в Россию вот почему он говорит я собственно и приехал и я так сказать я вижу это вот примерно то же самое что сказал Хольстер от людей совершенно в разных областях но разумных нормальных духовных людей которые занимаются там разными областями жизни так сказать сфер да но примерно все одно и то же то есть действительно проанализировав то что говорили мудрецы в старые времена видя наперед то что говорят сейчас те кто еще так сказать умеет мыслить думать или обладают этими так сказать знаниями все сходится один к одному и действительно мы ну и Ванга кстати тоже говорила об этом да если уж так вот говорит то есть мы видим то что сейчас вот действительно вот сдвинулось то что еще представить для многих казалось бы ну да говорили но представить 2-3-5 лет назад было еще вроде бы невозможно действительно тут есть большее нечто я вижу чем просто некий как бы это сказать знаете расчет здравый смысл что-то тут есть большее то есть то что действительно вот ведомо то что мы не можем с точки зрения только логики да вот как сказать предвидеть что происходит или проанализировать что-то нечто большее но то что это есть то что меняется коренным образом вот это вот факт то что факт а говорили об этом еще многие говорил еще и вот Генри Форд кстати вот его великолепная книга моя жизнь мое дело да где он так сказать видел как должна быть жизнь устроена вот эти вот что крупные города вот эти вот это неестественно и ненормально что жизнь человека только на природе может быть а производство это можно распределить на времена года на так сказать но только человек тогда свободен если он если он хозяин на своей земле то есть еще больше я хочу вас поддержать в этом смысле потому что я-то знаком вот с позицией многих политических аналитиков современности и они все в один голос говорят о том что только Россия сегодня может привнести некоторую новую идею организации жизни на земле то есть мы сегодня даже не помышляем о какой-то идее для России потому что земной шар это такой маленький космический корабль невозможно жить хорошо в одном отсеке или мы изменим ситуацию на земном шаре или мы не сделаем ничего Зепхольцер дважды встречался со мной и опять же вот что бы вы не говорили о праведном я тут же вам приведу аналогии именно по позиции Руси нашей ведь вы посмотрите я уже говорил об этом выступление Путина на генансамблее ООН о чем он говорит о природоподобных технологиях это же идея Зепхольцера он говорит вы дайте природе развернуть свои силы и возможности не ломайте не уродуйте ее вы не ковыряйтесь там в земле земля сама все породит земля там так сказать нужно вам чего-то подкопать но есть для этого вот свиньи у него используется еще в природе все есть вместо плуга и ну вы понимаете овощ который вырос случайно под кустом где-то и тот кто вырос в моногрябке где кругом его все это не вам рассказывать это принципиально разные продукты поэтому действительно вот ну всмотритесь происходящее сегодня ну будь то Сирия будь то любые другие точки но куда еще можно обратиться вот этим людям над которыми просто издеваются ну что они в Афгани или в Канаду или в Германию ну найдите мне хотя бы одну точку куда можно обратиться в надежде что тебя хотя бы услышат мы тоже не всемогущие не можем изменить но никуда кроме Руси матушки обратиться на земном шаре сегодня невозможно если вас насилует вот в рамках ныне господствующей концепции поэтому опять возвращаемся как раз к вопросу духовности нравственности и так далее чем и осталась сильна Россия и непокорима и не измененная в этом основополагающем так сказать спасительном начале для всего мира поэтому конечно когда эволюционно десятками ну как минимум десятками лет Европу уничтожали вот эту человечность уничтожали ну как сказать лучших представителей насаждали вот этот разврат всякую извините пидоросию и так далее как норму якобы жизни когда уже мэры городов так сказать представители вот этих вот товарищей ну а каких вообще ценностях так сказать о каких о какой культуре или корнях народных без которых уже народа бы давно не было бы вот можно говорить и конечно куда им взор так сказать вести всем тем действительно униженным оскорбленным но говоря уже о Ближнем Востоке народам конечно только к России что мы и видим потому что те здравые круги так сказать либо где-то правящие когда которые еще остались вот в той же так сказать вот той же серии они уповают только к России потому что понятно что больше никто их не поддержит остальные их могут поддержать только так сказать вот истребив поддержать в кавычках это можно сказать так безусловно да да поддержали индейцев в свое время да мы прекрасно знаем что осталось от индейцев после значит приезда значит вот цивилизованных представителей человечества ну вот Юрий Андреевич я вынужден буду сейчас уехать я просто в завершение вот обращаясь собственно к вашей аудитории в том числе о чем хотел бы просить чтобы мы с вами не думали что вот сейчас вот такая фаза когда вот там Путин Трамп вот Цзиньпинь вот они пусть думают да нет сегодня не те времена сегодня вся власть принадлежит конкретному человеку вот в наш век информационный самая мощная сила на земле сегодня это простой потребитель здесь нам не нужен ни президент ни войска ни ИСМИ но представьте что сегодня вот были бы востребованы те идеи которые вы озвучиваете те идеи добра справедливости и начать просто хотя бы с питания понять что нельзя насиловать вот ту природу которая еще мало-мальски сохраняется на земле просто представьте себе человечество которое перешло ну хотя бы на вегетарианское питание это же принципиальный мой земной шаг он ни на что не похож и что для этого нам Путин нужен что ли ничего не нужно кроме нашего собственного сосуда совершенно правильно наши люди вот кто нас слушает они не должны думать о себе каждый из них должен быть пропагандистом который должен по крайней мере до десятка сотни человек довести достучаться вот в индивидуальных беседах в разговорах не стесняться тому что ну я не умею говорить да ничего подобного надо говорить от сердца не надо сейчас бояться что ты скажешь вот я плохо сказал я как коряво сказал если человек говорит от души это всегда красиво и поэтому сегодня нам надо сделать упор на самые элементарные примитивные вещи такие как питание такие как отказ от алкоголя табака такие как забота детей о родителях и родителей о детях сегодня вот я был очарован вот теми детьми которые изучают допустим русскую буквицу но если они ее освоили то для них английский язык это просто семечки потому что там извините совершенно другой уровень как бы нужен восприятие этой информации поэтому на мой взгляд 21 век это век господства потребителя потому что потребитель может напрямую установить связь с помощью облачных интернет технологий с производителем кинуть всех банкиров кинуть всех посредников кинуть всю нынешнюю элиту и начать жить просто вот нормальной жизнью то есть производить то что ему нужно а не то что ему навязывают транснациональные корпорации во имя своих шкурных интересов но для этого им надо чтобы человек не разбирался значит вот в происходящем сегодня вот собственно мое такое обращение и я хочу сказать что как в свое время Маркс бросал такой абсолютно значит популистский бездарный лозунг пролетарии всех стран объединяйтесь да но не против банкиров а против значит тех кто умеет организовать бизнес это была глобальная провокация мы должны перейти на иной лозунг потребители всех стран разумные потребители всех стран объединяйтесь и тогда никто нам не сможет противостоять если мы все не курим то мы разорим табачников и здесь ни один президент ни одни войска никому не поможет перестали мы потреблять алкоголь мы разорим всех производящих этот дурман и так далее то есть сила у нас в наших руках я хочу поддержать полностью целиком полностью к вашим словам присоединиться и сказать нашим зрителям так что как Трамп сказал действительно что один доллар мне сейчас ну понятно он скажет кто-то скажет он миллиардер дело это не в этом он как сказал да я вот для себя греб для себя греб но время мол было не настало или что-то мысли это у него были совершенно другие кули он сейчас озвучивает совершенно принципиально а теперь я буду для Америки для простого человека и вот я хочу сказать дорогие друзья именно настало абсолютно то время когда мы должны себе сказать если я себя считаю человеком мы не должны вообще русский человек всегда жил не для себя то есть тогда когда была вот эта высокая идея исплоченность и так далее что в русском человеке есть вот этот стержень это жизнь не для себя лично а радость находил в том и счастье что жить для всех что мы вот это особое чувство которое не все к сожалению сейчас могут понять то что было вот в 30-е годы вот этот духовный мощнейший подъем после тяжелейших годов 20-х там да и начала 30-х когда человек понял что он вот какое счастье жить в радости общей творя общее единое да и какое ты получаешь от этого чувства которое ни с какими чувством имения миллионов или миллиардов никогда не сопоставимо то есть по радости своей это я прекрасно знаю сам да и я желаю всем чтобы вот это чувство вот больше изучать нашу вот историю былое по фактам по тому как было и постараться понять что не придя к этому вот мы то есть мы должны наоборот сейчас все сделать для того чтобы действительно своим друзьям близким знакомым так сказать родственникам коллективу рабочему вокруг себя доносить вот эту информацию и чтобы люди объединялись вокруг действительно идей высоких светлых чистых тех которые приведут наше общество всю планету нашу действительно к ну так сказать человеческой жизни а это конечно вот то же самое что вы сказали и про алкоголь и про табак и про наркотики и конечно про питание потому что это открывает иные возможности понимания мира мы собственно другими глазами это описывают все люди когда они переходят на видовое живое человеческое нормальное питание хотя бы на вегетарианское веганское они уже у них меняются мысли они представить еще вчера не могли что они будут так думать уже завтра а сегодня они понимают открывают мир совершенно заново они говорят как же я жил как слепец в этом мире а теперь я вот понимаю действительно как зачем и человек начинает задуматься а кто я в этом мире для чего я живу а значит он будет себе задавать и десятки других вопросов ну конечно еще на ступеньку назад и правильно говорил Ждан и всегда что все начинается с вот алкоголя перестает человек потреблять алкоголь это страшный наркотик это генное оружие и уже постепенно начинает сознание работать и мысли по другому и вот тогда ступенькой за ступенькой человек начинает возвышаться над собой становиться человеком с большой буквы объединяясь а нам обязательно надо объединяться и действительно от каждого из нас зависит какой мир будет завтра поэтому мы должны свою мысль вот эту вот нести да и не стесняйтесь и наоборот я хочу сказать нашим зрителям как бы сказать не поленитесь в соцсетях вот в том мире который действительно может сейчас это вот та самая те грабли на которые наступили властители мира создав интернет что так сказать он их и ударил потому что информация стала не подконтрольно монополием а мы узнали опознав уже этот маховик не остановить поэтому мы можем только этот вопрос масштабировать сейчас и донося до каждого значит человек не сегодня но завтра поймет а значит в геометрической прогрессии так сказать нас будет больше и тогда легко будет тем людям которые стоят у власти либо завтра станут у власти так сказать уже узаконить вот это общее желание народа искреннее настоящее желание народа жить нормальной человеческой жизни в гармонии с собой с миром то есть с природой ну вот примерно это вот я наверное на этом тоже хочу закончить я думаю вы к этому присоединитесь да тоже так сказать к тому что я единственный маленький комментарий вы очень правильно сказали о ориентирах на счастье но об этом даже говорит сама этимология этого слова счастье в составе его не деньги и не богатство а там часть то есть как только человек ощущает себя частью чего-то большого чего-то божественного только тогда он по-настоящему счастлив а еще соучастие всегда серьезные умы и в общем-то я хотел бы вот завершить свою часть словами Державина который в общем-то был наверное самым большим авторитетом для Пушкина который с трепетом держал перед ним экзамен словесности так вот Державин по поводу счастья сказал как раз о том что вообще говоря для счастья нужны очень немногие вещи сказал он об этом так мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе за счастьем в свете не гоняться искать его в самом себе меня здоровье совесть право достаток нужный добра слава творят счастливее царей очень хочется чтобы слушатели наших программ были счастливее царей абсолютно верно абсолютно верно ну и наверное уже так сказать в самом завершении просто личный такой знаете как бы вопрос хотелось бы узнать что время понятно и у меня мы заняты и вы и порой времени нет пообщаться буквально вот пару слов если можно как вам Виктор Алексеевич наши продукты да ну мы так сказать шоколад я знаю вот наш вам понравился вы знаете я конечно вот настолько благодарен вам что вы действительно вот формируете если угодно иное мировоззрение я ведь тоже вот ну жил-то такой обычной жизнью да в этом колесе вращался и вот во многом благодаря таким людям как вы как и ученики ваши многие и так далее я ведь просто сам меняюсь вот казалось бы уже к этому возрасту можно было бы и пораньше там разобраться во многих вещах но у вас действительно удивительная линейка продуктов на самый разный вкус для меня конечно было откровением там некоторые ваши изыски потому что ну многие все-таки не могут отказаться вот от эндорфинов нужно что-то такое чтобы вот там вот и у вас и на этот случай все предусмотрено там от шоколада я не мог себе представить что может быть сыроедческий шоколад что могут быть такие вот безумно вкусные варенья какими вы располагаете вот сегодня судьба меня вывела и на вот пшеничные соки и на выращивание пшеницы вот появились совершенно неожиданные люди но буквально на дороге ой Виктор Алексеевич это вы а вот мы хотели вам показать вот такое наше производство но это все идет в общем-то такая очень серьезная матрица и я в этой матрице в общем-то вашу фигуру вижу как доминирующую мне очень приятно что мы с вами вот пересекаемся иногда я надеюсь в летнее время это может случаться гораздо чаще Виктор Алексеевич да благодарю вас за такую душевную поддержку и вы знаете вы приезжайте конечно приезжайте к нам в Пушкинские горы потому что сейчас у нас там уже есть вот вы были последний раз в мае сейчас уже большие изменения они идут каждый день так сказать у нас так сказать поживите приезжайте с семьей ну и с вашим товарищем Зазнобина привозите потому что так мы с ним к сожалению не смогли пересечься а вот было бы очень интересно здорово я думаю и ему было бы приятно но приезжайте обязательно иногда приезжаю втихаря когда вас нет там уже меня не станут и я так иногда в общем-то кому-то тоже показываю но у вас когда побываешь наполняешься немножко иной энергией поэтому вы не бессудьте если я иногда так вот проезжаю только там моя родина я всегда с удовольствием но проезжая мимо просто не могу не заглянуть но хотя бы рядышком пройтись это для меня большая удача ну благодарю вас Данислав да ну может быть пару слов тоже скажете в завершении Юрий Андреевич Виктор Алексеевич хотел бы в завершении считаю очень важно сказать ну во-первых конечно по продуктам дорогие телезрители если вы не пробовали еще шоколад Юрия Андреевича это просто шедевр это самое лучшее из сладкого что только есть из шоколадов да бесспорно а в завершении я хотел бы тоже просто добавить такую вещь что вот касательно поисков о том кто за чем стоит да если вернуться немножко в тему в тему кто кто за чем стоит действительно то есть кто-то кто-то вот сосредоточен на том что королева там всем правит королева за всеми стоит Елизавета да кто-то там что Ротшильд и Рокфеллеры а за ними там рептилоиды стоят а кто-то потом сосредотачивается еще на чем-то вот я просто считаю что ну это это ладно одна вещь а еще еще же разделение множественное на религии и на разные там течения там вот родноверы староверы да даже в славянском мире большой раскол получается вот я считаю очень важным просто помнить такую такую истину что за всем стоит Всевышний и что вот эта тьма в которую сейчас из которой выходит уже мир но был вовлечен да все это на самом деле иллюзия и следует просто нам не следует впутываться в эту иллюзию того что есть есть Бог есть нечто отдельное от него в лице там сатаны или тьмы какой-то лично для меня по моим ощущениям это все едино и вот весь этот мир в который мы приходим он как тренажерный зал для нашего духовного развития для души и все вот эти вот трудности все преграды они это вот есть один такой ну не буду называть его имени Алексей не помню отчество он сказал что демоны это наши самые 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 лучшие тренеры учителя потому что благодаря благодаря вот этой всей тьме мы можем расти духовно и это действительно как тренажерный зал для мышц куда ходят люди да точно так же и вот для нравственного развития и мне кажется следует всегда об этом помнить не вовлекаться в эти расколы кто за чем стоит помнить что все едино и все идет от всевышнего в конечном итоге и мы сюда приходим чтобы расти благодаря всему этому ну а а лично вот в моем понимании для меня бога можно интерпретировать по разному но божественная суть она выражается именно в 13 качествах может не буду все перечислять но одни из которых это благодарность сочувствие любовь радость кротость мудрость то есть вот когда мы проживаем в повседневной жизни все эти качества мы проживаем божественную суть нашу и мне кажется это то на чем важно сосредотачиваться вместо того чтобы сосредотачиваться на даже на каких-то мессиях скорее на их посланиях и на сути всего этого ну вот просто в завершении кстати сегодня утром мне якобы случайно ну не случайно на самом деле видимо попалась загадка такая благодаря свету она существует когда свет на него падает она исчезает вот такая загадка да то есть ответ тень то есть тень не может без света существовать и поистине все все едино ну что ж на этом наверное мы как говорится нашу данную встречу закончим то есть конечно поговорили мы гораздо шире чем тема сама с чего мы начали который так сказать вроде бы Трамп Россия Америка США так сказать Трамп Путин потому что в нашем мире действительно все так взаимосвязано что так сказать ну нельзя говорить об одном важном и не говорить о другом вот уж вышли за рамки широко ну что делать так и есть и конечно вывод наверное наш общий что мы все должны не только там надеяться верить в лучшее но и что-то делать для этого завтрашнего дня ведь мы сотворцы действительно и люди от нас многое зависит на самом деле как бы нам не говорили что от нас ничего не зависит это очень неправильная позиция от нас многое и объединяясь а добро любовь действительно и сила слова и мысли человека она огромна и мы можем так сказать грубко своей мыслью так сказать разогнать вот эту тьму так сказать а тем более если это будет думать об этом в унисон множество людей в созидательном русле а созидательное русло оно гораздо сильнее разрушительного ну вот примерно наверное так да и кстати не стоит разгонять разгонять ее там руками да образно говоря то есть стоит всего лишь включить свет в своем сознании в своей душе когда свет включаешь тьма рассеивается и я думаю что мы единственное вместе с нашими зрителями должны помнить одно свет требует постоянной поддержки а вот тьма воцаряется сама по себе вот поэтому у нас много работы впереди давайте поддерживать друг друга помогать друг другу и кто кто как может просветлять так сказать давать нужную важную информацию помогать иным каким-то способом ну и так сказать вот стремиться к единому к светлому так сказать сегодня а не завтра в общем надо трудиться обязательно и тогда мы так сказать обязательно как говорится победим и все будет все будет обязательно хорошо ну что ж дорогие друзья Друзья, на этом мы закончим нашу передачу. Ну, оцените те мысли, идеи, которые мы вот сегодня высказали, напишите в чате, но это нам будет важно, интересно, ну и, конечно, мы будем обязательно отвечать там на ваши вопросы, соберемся еще раз, так сказать, и вот проведем, я думаю, еще не одну такую беседу, как по скайпу, так и вживую, и вот, в общем, так сказать, будем смотреть, что будет происходить по нашим мыслям, так сказать, да, в общем. Ну что ж. Всего доброго, добрых случайностей. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.